МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа Республика в студии Татьяна Молокова. Итоги прошедших в Чебоксарах форума стратегии и тактика успешного бизнеса и 25-го оперного фестиваля имени Михайлова обсудили сегодня на еженедельном совещании с членами правительства. Кроме того, в повестке дня значились вопросы эффективного управления госимуществом и предстоящего чемпионата по рабочим специальностям. Подробности далее. Доходов от управления имуществом в казну Республики в 2015 году поступило 419 миллионов рублей, или 98% от плана. Хочется отметить, что от передачи в аренду земли эти доходы имеют, как и ранее, в предыдущие года наибольший вес. 2015 год внес коррективы с учетом доходов от продажи квартир Государственного жилищного фонда и приватизации этих доходов в 2015 году практически на одном уровне. В программе приватизации госуимущества 2015 года значится 28 объектов. Половина из них реализована, еще 14 в работе. К сожалению, на фоне экономической ситуации спрос на объекты недвижимости снизился. Тенденция характерна для большинства регионов России. В среднем от 11 до 50%. Необходимо искать другие формы эффективного управления имуществом. Это аренда, концессионное соглашение, передача вновь создаваемом организации. Завтра, 1 декабря, в Чуваксарах начнется четвертый чемпионат WorldSkills. Чувашия включилась в это движение в 2012 году. С тех пор проведено 4 чемпионата. Наши студенты очень достойно представили республику и на российском, и на мировом уровне. К примеру, в августе в бразильском Сан-Пауло одну из шести медалей российской сборной принес Александр Ганиашвили, выпускник Чебоксарского техникума технологии питания и коммерции. По ближайшие 4 дня отстаивать престиж рабочих профессий будут 60 студентов и молодых рабочих. В программе чемпионата состязание по 11 компетенциям. В проведении чемпионата организаторам учтены все предложения минувших и предложения недостатков, в том числе минувших соревнований, в том числе требования, которые предъявляются Генеральной Ассамблеей Международной и организованы информационные кампании среди объединений работодателей. Для нас очень важно, чтобы вот это движение все больше вовлекало и бизнес-сообщество, не только образовательные организации, наши профессиональные участвовали, но и бизнес-сообщество, которое сегодня могут молодых наших людей представить достойно. Сейчас в Чувашии действуют центры развития компетенции по формату WorldSkills на базах Новочебоксарского политехнического техникума парикмахерское искусство и сварочные технологии и Чебоксарского техникума технологии питания по компетенциям поварское и кондитерское дело. Решается вопрос о создании такого же центра по компетенции машиностроения. Заявку Республика уже отправила. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика. До конца года в Чувашии должны ввести в эксплуатацию 865 тысяч квадратных метров жилья. За 10 месяцев план выполнили на 61%. В 23 муниципальных образованиях из 26 объемы того же периода прошлого года не достигнуты. Смогут ли муниципалитеты справиться с нелегкой задачей, обсудили на видеоконференции с главами городов и районов республики. Объемы строительства многоквартирного жилья по сравнению с прошлым годом выросли на треть. Больше стали строить в Чебоксарах, Цивильском и Чебоксарском районах. Чего не скажешь о других муниципалитетах. В то же время существенно снизились объемы строительства индивидуального жилья. Они составили всего 63% к уровню прошлого года. В соответствии с распоряжением кабинета министров рабочей группой проводились выездные проверки в администрациях района и городов, в результате которых появились случаи недоучета фактически построенных индивидуальных жилых домов, владельцы которых по избежанию налогообложения искусственно затягивают процедуру оформления необходимых всех документов. Кроме недобросовестных владельцев, статистические данные вынужденно меняют не в лучшую сторону сами специалисты статведомства. В соответствии с новым законом не все индивидуальные дома могут войти в перечень нововведенного жилья. Если мы в прошлые годы выявляли дома, которые были раньше построены, индивидуальные дома, оформляли документы и отчитывались по статистике, то на сегодня, с 1 марта, статистика не принимает дома, построенные старше 5 лет. В том же «АллатРа» есть где выявить дома и поставить их на учет, построенные. Пусть, да, мы понимаем, что они в предыдущие годы, но не все дома сегодня зарегистрированы. Это проблема, мы о ней говорим, рабочие группы создали, в принципе. И сегодня, если эти рабочие группы работают, то у вас результат должен идти. Муниципалитеты обещали за месяц максимально исправить ситуацию. Сделать это будет непросто. 2015 год выдался сложным для строительных организаций. Кризис в экономике привел к банкротству некоторых из них. Темпы ввода в жилья в эксплуатацию замедлились. По прогнозам, 2016 будет еще сложнее. В связи с этим правительство работает сейчас над корректировкой некоторых плановых показателей. Анастасия Алексеева, Сергей Рябчиков, Республика. Тема общественного контроля была одной из самых популярных и обсуждаемых в парламентских кругах разного уровня в минувшем году. Не теряет она своей актуальности и сегодня. Депутаты Госпровета Чуваши в первом чтении приняли документ, расширяющий полномочия общественности во взаимодействии с органами власти и должностными лицами. О том, насколько важен законопроект для общественности региона и о схемах его реализации на практике, рассказал член общественной палаты Чуваши Анатолий Князев. Закон достаточно ожидаемый и, я думаю, он внесет определенный порядок в деятельность общественных объединений, общественных организаций в части общественного контроля. В этом законопроекте предполагается, во-первых, что будут формироваться общественные советы при различных государственных органах с участием, причем, общественной палаты Чувашской Республики. 1 декабря 2015 года в Нижнем Новгороде пройдет встреча полпреда президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича с представителями средств массовой информации. Михаил Бабич подведет итоги работы аппарата полномочного представителя в ПФО в выходящем году, обсудит наиболее актуальные проблемы в регионах округа и расскажет о планах на будущий год. Приступили к действиям. Уже давно правительство республики вплотную занимается привлечением туристического потока. Вместе с общественностью обсуждалось немалое количество идей, предложений, концепций. На этот раз на совещании по туризму был представлен конкретный план действий. Нам нужны рабочие лошадки или пчелки, как угодно назовите. Вот, пожалуйста, кто готов работать? Обозначены сроки, назначены ответственные. Рабочая группа делает первые шаги. Были изучены основные музеи в столице Чувашии и районах республики. Цель – выявить в их стенах то, что было бы интересно посмотреть туристам из других регионов и зарубежья. У вас великолепный музей вышивки, которое, в общем-то, вот это то этническое искусство, которое отличает, наверное, Чувашию от всех других регионов России. То, что касается Чапаева, да, это тоже бренд, так скажем, города, потому что об этом, к сожалению, никто не знает. И вот это надо тоже каким-то образом продвинуть так, что это же легенда нашего народа. Ну и плюс сегодня мы посмотрели музей космонавтики. Кстати, очень продвинутый музей. Ну, видимо, космос делает свое дело. Посчастливилось посмотреть на вновь строящуюся этническую деревню. Это, по-моему, ясно называется, что тоже такая вот уникальность, кстати сказать, республики. Вот поэтому мы сегодня и вчера, и сегодня подбирали те музеи, те объекты показа, которые были бы интересны для школьников прежде всего. Но для того, чтобы чубаксары смогли стать туристическим городом высокого уровня, одних музеев недостаточно. Вопрос комфортного проживания тоже очень важен. Размещение, питание, транспорт – все это должно соответствовать стандартам. И не стоит забывать о сувенирной продукции, ведь нужно же туристам увезти с собой кусочек солнечной Чувашии. Вопрос о продвижении и развитии туризма в столице республики – вот главные задачи, поставленные перед рабочей группой. Основная задача, с которой я считаю успешно, они уже выполнили эту задачу, которая им была поставлена на эти дни. Это объехать наши музеи, которые можно связать с образовательным процессом, вместе с экспертами подготовить паспорта соответствия этих объектов. Задача следующая, которая стоит – это связать нашу базу музеев с образовательной программой. И буквально это будет сделано в этом году, в течение декабря. Представить эту программу на рассмотрение уже в Россию. Но кроме этого, так как мы выделяем акценты, соответственно подтягивается и инфраструктура. Музей Чапаева, трактора, Чуваксарская ГЭС – мемориальный комплекс в Шоршеллах. Чувашии есть, что показать гостям. Но дети, которые приедут, не должны быть просто сторонними наблюдателями. Планируется вовлечь их в интерактивные игры. Времени на реализацию проекта по детскому туризму не так уж много. Первые школьные группы планируют встретить уже весенние каникулы. Юлия Важенина, Олег Якимов, Республика. Как еще привлечь туристов в регион? На видеоконференции с главами администрации районов и городов обсудили и организацию зимнего отдыха в Республике. По прогнозам, рост туризма внутренний турпоток увеличится на 16%. Это дополнительная возможность для развития этой отрасли в Чувашии. В зимний сезон планируется сделать отдых максимально разнообразным и качественным. А также ввести единый стандарт работы спортивных объектов. Единый стандарт, про который я говорила, включает в себя сегодня при катках, при лыжных трассах это наличие проката, инвентаря, желательно раздевалки. Конечно, это ежедневная уборка катков, это безопасность, потому что необходимо освещение, присутствие инструкторов, которые организовывают работу, соревнования, работают с детьми. В планах власти запустить интернет-портал новогод21.рф и единую службу помощников Деда Мороза, где можно будет узнать обо всех праздничных мероприятиях. Открыть родную республику с новой стороны получится с помощью новогоднего квеста «Узнать Чувашию вместе с Умкой». На сегодняшний день пять районов и городов, с кем мы проговорили, запланировали для себя дни. В эти дни они готовы принять всех жителей, кто захочет поехать. Различные культурные и спортивные мероприятия запланированы не только в Чебоксарах, но и в других районах республики. Сюрпризов заготовили немало, поэтому вопроса, как провести новогодние каникулы, у жителей Чувашии и ее гостей не должно возникнуть. Татьяна Леонтьева, Анастасия Алексеева, Сергей Рябчиков, Республика. Глина и гончарный круг. Казалось бы, что может быть проще? Михаилу и Ольге Садовниковым удалось заглянуть по-новому на привычные вещи. Наши корреспонденты побывали на персональной выставке «Русская амфора» и узнали, как выглядит гончарное дело в 21 веке. Специалисты так и не установили, когда появилось первое глиняное изделие. Ясно одно, что посуду из этого природного материала делали еще в древности. Но сегодня пластик, стекло и металл вытеснили глину. Изначально художники Гончары Михаил и Ольга разыгрывали новую пьесу, решив вернуть популярность русской амфоре. В итоге появился проект под названием «Круговорот». Мне, так скажем, повезло. Я все время находилась в мастерской, где Миша работал. И очень часто, когда мы видим готовое какое-то произведение на выставке и так далее, то оно бывает состоится, бывает меньше-больше. Но сам процесс очень интересен. И иногда какая-то стадия работы, она бывает лучше, чем итоговый результат. И поэтому как-то захотелось показать именно, как это происходит. Сам процесс, красоту, то, что позволяет делать гончарный круг и глина. Рассматривая произведение, они сразу понимают, что это обыкновенный гончарный круг и простая глина. По сути, это так легко, то есть просто брать, размазывать, грубо говоря, эту глину по кругу. Но одновременно ты понимаешь, насколько это новое слово в искусстве. Плавные линии, спирали, завитки. Произведения получаются необыкновенные и даже завораживающие. Круговорот по большей части проект Ольги. А Михаил же работал над созданием крынок. У него особый почерк и цвет и форма отличаются от классической модели. Когда я наблюдала, как Михаил Юрьевич делает свои изделия, такая сижу, ой, я тоже так хочу, я тоже так хочу. Пыталась что-то сделать, не получалось. Думаю, ну ладно, в следующий раз получится. И вот я недавно сгончарила свой первый горшочек маленький. С момента открытия выставки и до ее завершения экспонаты будут меняться. Почти каждый день Ольга и Михаил рассказывают новые истории, созданные на Гончарном круге. Екатерина Куприна, Сергей Рябчиков, Республика. Я с вами прощаюсь. В итоге дня подведем вечерние выпуски программы Республика. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова